Здравствуйте! Это программа «Суть дела» с Григорием Тинским. Государственная Дума России снова приготовила нам подарок. К 20-летию Конституции депутаты готовятся принять скандальный законопроект о резиновых квартирах. На доработку президентского законопроекта депутаты потратили почти год, но изменилось в законе немного. Чем же нас порадуют наши избранники? Отсутствие временной регистрации будет грозить в Москве и Санкт-Петербурге штрафом от 3 до 5 тысяч рублей и от 2 до 3 тысяч в других российских регионах. Ту же сумму придется заплатить и собственнику жилья, в квартире у которого обнаружили незарегистрированного россиянина. Штрафы будут грозить и тем, кто просто не смог предъявить полицейскому паспорту. Теперь совершеннолетние граждане будут обязаны иметь его при себе всегда. В первом чтении законопроект был принят еще в феврале. Тогда на все протесты общественности и правозащитников нам разъясняли, что таким образом законодатель создает правовые возможности для борьбы с незаконной миграцией. Оттуда и термин «резиновые квартиры» – это те, где прописаны сотни незаконных мигрантов. Однако, вопреки заявленным целям, новый закон ударит и по нам, гражданам Российской Федерации. Как и полагается всем инициативам, затрагивающим права и свободы граждан, среди прочего законопроект предлагает внесение изменений в закон о праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах России. Даже беглый анализ документа вызывает подозрения в его бесполезности по своему прямому заявленному назначению противодействию нелегальной миграции и вредности с точки зрения прав человека, поскольку предполагает исключительно репрессивные меры и создает почву для коррупции. Предложенные нормы выглядят расплывчатыми и резиновыми, как и квартиры, против которых они направлены. Поводом для появления этого масштабного законопроекта, внесенного в парламент по инициативе президента, как следует из пояснительной записки, стало одно простое и давно известное явление российской жизни – так называемые резиновые квартиры. Это жилье, не обязательно квартиры, но и частные дома, в которых одновременно регистрируются десятки, иногда и сотни людей, на самом деле там фактически не живущие. Как правило, это мигранты-гастарбайтеры, которые приезжают в Россию на заработки и обитают в зависимости от обстоятельств у знакомых по подвалам, строительным вагончикам и прочим местам. Нынешний институт обязательной регистрации, являясь наследником советской прописки, отличается от последней уведомительным характером. То есть отказать в выдаче регистрации полиция не может, и если какой-нибудь местный житель дает согласие, что не возражает против проживания у него родственников или приятелей, обязана выдать такую регистрацию. В результате гастарбайтеры пользуются такой системой, чтобы получить заветную регистрацию. Ну, фактически своеобразный вид на жительство. А многие владельцы жилья, в первую очередь бедные, пенсионеры, ну или алкоголики, на этом зарабатывают, продавая свое согласие на регистрации по своему адресу за весьма умеренную плату. Бывали случаи, когда на этом зарабатывали и сотрудники паспортных подразделений, регистрируя гастарбайтеров в квартире граждан без их ведома. В итоге, в некоторых российских квартирах и домах порой зарегистрировано по несколько сот человек, которые, понятно, физически не могут в них не то что жить, но и поместиться, даже если их уложить штабелями. В пояснительной записке к закону, в частности, отмечается, что в России только в 2011 году было зафиксировано более 6400 адресов, в которых зарегистрировались почти 300 тысяч граждан. Бороться с таким положением дел авторы законопроекта предложили исключительно карательными методами, с помощью введения новых санкций в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс. Для этого сначала решено было уточнить понятийный аппарат закона о праве граждан РФ на свободу передвижения. Новый закон уточняет уже существующие формировки, такие как место пребывания, место жительства, регистрация и снятие с регистрационного учета. Кроме того, он вводит новые, в том числе фиктивная регистрация по месту жительства или пребывание. Под последний предлагается понимать постановку гражданина России на регистрационный учет на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов и его регистрации в жилом помещении без намерения проживать в нем, а также регистрация без намерения нанимателя собственника предоставить помещение для проживания или пребывания. Исходя из этого, Уголовный кодекс планируется дополнить двумя статьями с громоздкими, но исчерпывающими названиями. Статья 322 со значком 2 – фиктивная регистрация гражданина России по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в России и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в России. И статья 322 со значком 3 – фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в России. Обе статьи предполагают схожие санкции – штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы или даже лишение свободы на срок до трех лет. Санкции одинаковые, как для россиянина, оформившего липовую регистрацию в резиновой квартире, так и для иностранца. В этом плане нас, россиян, фактически приравнивают к нелегальным мигрантам. Представляете, сколько работы появится после принятия закона у бдительных участковых, составляющих протоколы на жен, живущих у мужей, а не в собственных квартирах, или наоборот, на мужей, живущих у жен. А что будет с огромным рынком арендного жилья? И подумать страшно. Самое удивительное в законопроекте даже не то, что он очередной раз ограничивает в правах нас, граждан России, а то, что он противоречит заявленным правительством целям повышением трудовой мобильности населения, с помощью которой мы должны были победить экономический кризис. По замыслу правительства мы с вами должны были, как американцы, ездить свободно по всей стране за хорошие работы. Но с таким законом, видимо, не судьба. Вот уж воистину, левая рука не ведает, что творит правая. Это была программа «Суддела» с Григорием Тинским. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»